Одесситы все-таки будут выплачивать проценты за новый миллиардный кредит. Депутаты Гурсовета проголосовали сегодня за огромный заем, впрочем, как и за ряд других скандальных вопросов. После двухнедельного перерыва Гурсовет собрался продолжить прерванную 20 сентября сессию. Подробности смотрите в сюжете Ольги Голдовой. Девятнадцатая сессия Гурсовета началась традиционно, с опоздания. В повестке дня 57 вопросов. Один из первых – кредит в миллиард гривен. Проголосовали за. За 44 против 7, выдержавая с 0. Решение принято. Кредит возьмут в Укргазбанке на 5 лет под 17,5% годовых. Это значит, что Одесса будет выплачивать финансовому учреждению по 175 миллионов гривен ежегодно. Отметим, что у города есть депозит на сотни миллионов гривен в том же банке, из которого возьмут кредит. То есть одесситы будут брать в долг свои же деньги. Нужно, во-первых, рассказать и объяснить одесситам, как все это время у нас было с наполнением бюджета. И вот все эти такие очень важные и активные разговоры о том, что у нас повышение бюджета развития чуть ли не в 5-7 раз, когда прижал господин Порошенко, это было такое достаточно активное заявление. Исходя из этого, непонятно, куда все эти деньги делись и почему мы все-таки берем кредит. Деньги мэрия планирует потратить на ремонт фасадов зданий, дом Русова и теплосети. По словам депутатов, 98% кредита израсходует сфера ЖКХ. Мы предлагали направить частично средства миллиардного кредита на восстановление двух детских садов. На Сегетской 8А и в переулке Каркашадзе 4. Одесса все-таки нуждается в новых детских садах. От сессии к сессии эти оба объекта пытаются периодически продать. Приняли еще один скандальный вопрос о застройке территории между Таирово и Черемушками. Компании Будова разрешили разработку детального плана территории в границах проспекта Небесной Сотни, школьного аэродрома, улиц Проектной и Инглези. Для того, чтобы проект был успешным, его необходимо было провести максимально открыто. И, к сожалению, позиция управления архитектурой остается загадкой в этом вопросе. Почему выбраны именно эти инвесторы? Почему не проведен конкурс среди всех строительных компаний, которые, возможно, бы претендовали на разработку детального плана? Депутаты проголосовали и за внедрение системы электронного билета. По мнению экономистов, это может увеличить поступление в бюджет города на 25%. Установить систему можно тремя способами. За счет городского бюджета, с помощью кредита и привлечения инвестора. Впереди конкурс и тендер. Внедрить систему планируют к декабрю этого года. Внедрение системы позволит двигаться именно по заданному маршруту. То есть, в конце концов, городской совет будет заказывать сервис и оплачивать передвижение по заданному маршруту с заданной промежутки времени. Самое главное, позволит мониторить качество предоставляемых услуг перевозчиками. Депутаты рассмотрели и ряд запросов. В частности, в следующем году займутся разработкой плана перекрытия центральной части города. Въезд транспорта хотят ограничить по субботам с 18 до 22 вечера, по воскресеньям и в праздники с утра и до 10 часов вечера.